Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Сегодня я вам расскажу притчу о разных типах людей. Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина, и с грустью сказала, «Папа, я так устала от всего! У меня постоянные трудности на работе и в личной жизни, уже просто сил никаких нет. Как справляться со всем этим?» Отец ответил, «Давай я тебе покажу». Он налил четыре кастрюли воды. В одну он кинул деревяшку, в другую морковку, в третью яйцо, а в четвертую кофе. Через некоторое время он вынул то, что кинул из воды. «Что изменилось?» – спросил отец. «Ничего», – ответила девушка. Отец молча кивнул и поставил четыре кастрюли с водой на плиту. Когда вода в кастрюлях закипела, он снова кинул в одну деревяшку, в другую морковку, в третью яйцо, а в четвертую уже молотый кофе. Через некоторое время отец вынул деревяшку, морковь, яйцо и налил чашку ароматной кофе. Девушка, естественно, ничего не понимала. «Что изменилось?» – опять спросил отец. «То, что и должно было случиться. Деревяшка не изменилась, морковка и яйцо сварились, а кофе растворился в кипятке», – ответила ему дочь. «Это лишь поверхностный взгляд на вещи», – сказал отец. «Посмотри повнимательнее. Деревяшка ничуть не изменилась. Морковка разварилась в воде и с твердой стала мягкой, легко разрушающейся. Даже внешне она стала выглядеть по-другому. Яйцо, не изменившись внешне, внутри стало твердым, и ему уже стали не страшны удары, от которых раньше оно вытекалось своей скорлупы. Кофе окрасил воду и придал ей новый вкус и аромат. Итак, вода – это наша жизнь. Огонь – это перемены, неблагоприятные обстоятельства. Дерево, морковка, яйцо и кофе – это типы людей. Они все в тяжелые моменты жизни меняются по-разному. Первое. Человек – дерево. Таких мало. Они, как правило, хладнокровны, внутренне спокойны, цельны, что ли, и именно такие люди показывают всем, что и тяжелые жизненные обстоятельства – это всего лишь жизнь, и за черной полосой всегда наступает белое. Второе. Человек – морковь. Таких большинство. Эти люди только в обычной жизни кажутся твердыми. В моменты жизненных передрях они становятся мягкими и скользкими. Они опускают руки, винят во всем либо других, либо непреодолимые внешние обстоятельства. Чуть придавило, и они уже в панике, психологически раздавлены. Третий. Человек – яйцо. Это те, кого жизненные невзгоды закаляют, делают крепче. Таких людей очень, очень мало. Именно такие люди в обычной жизни никто, а в тяжелые времена вдруг твердеют и упорно преодолевают внешние обстоятельства. А как же кофе? – спросила девушка. О, это самое интересное. Кофе под воздействием неблагоприятных жизненных обстоятельств полностью растворился в окружающей среде, сделав из безвкусной воды вкусный, ароматный и бодрящий напиток. Ответил отец с удовольствием от пива ароматный кофе из чашки. Есть особые люди, их единицы. Они не столько меняются под влиянием неблагоприятных обстоятельств, сколько меняют сами жизненные обстоятельства, превращая их в нечто прекрасное, извлекая пользу из каждой неблагоприятной ситуации и изменяя жизнь всех людей вокруг. Кем стать трудной ситуацией – это выбор каждого. А на этом я с вами буду прощаться. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше позитива и радости. Всего вам самого доброго и хорошего, и до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова